Крым не стоит возвращать Украине, она должна получить за него деньги либо газ. Президент Чехии Милош Земан во время обращения к депутантам парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге заявил о том, что вопрос Крыма уже решен, хоть и незаконным способом, а попытка вернуть полуостров Украине может закончиться военным конфликтом в Европе. Глава Чехии предлагает выкупить Крым у Киева, в том числе за счет нефти или газа. Прозвучало это в ответ на вопрос украинского представителя, как быть с аннексией Крыма в случае возвращения России в зал заседаний парламентской ассамблеи. Камбэк Москвы Земан ранее уже назвал необходимым условием для диалога с РФ и получения российских взносов. В казну Совета Европы Москва, напомню, грозится перестать платить, а на ее долю приходится десятая часть всех поступлений. Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну. Так хотите ли вы рисковать? Крым аннексирован, вне всякого сомнения, и этот вопрос уже решен. Если будет диалог между Россией и Украиной, я думаю, и это мое личное мнение, необходимо провести компенсацию или в финансовой форме, или нефтью и газом. Заявление Земана не встретило возмущения у представителей ПАСЕ, которые получили право выступить после него. Украинской делегации возможности высказаться не дали. Официальный Киев на предложение выкупить Крым ответил однозначно. Полуостров не продается. Об этом, в частности, заявил постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба. По его словам, нынешняя сессия ПАСЕ задумывалась как агитация за возвращение россиян. И чешский президент в этой игре лишь пешка. Бороться не с актерами, а с режиссерами спектакля призвал и глава украинского МИДа Павел Климкин. Он подчеркнул, что Земан озвучил то, что от него ожидали, а первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала скандальное выступление ужасным, циничным, как и аплодисменты некоторых политиков после слов Земана. Украина требует от Чехии извинений. За высказывание своего президента и уже есть реакция посольства Чешской Республики в Украине. Дипломаты заявили, что фраза, которую озвучил Земан, это всего лишь его личная позиция.